Здесь бывал Владимир Ильич Ленин Сохранены по возможности вот эти у нас зольники Здесь не проходит никакой из телефонных сигналов Вот эта история по поводу коммуналок и всего прочего Она была в Петербурге изначально Хотя зачем вы бросаетесь вообще камнями в людей? Что такое? Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале Про Питер Канале о недвижимости в городе Петербург И переезде в город Петербург И вообще о всем, что с этим связано Вы хотели относительно недорогие квартиры Типично петербургские, в красивых местах Что же? Их есть у нас Мы сегодня для вас подготовили В общем, нельзя сказать, что подготовили к съемке Но тем не менее, сняли для вас квартиру Которая обладает рядом неоспоримых преимуществ И рядом типичных петербургских минусов Итак, давайте же начнем с плюсов К плюсам я отношу, безусловно, вид за моей спиной То есть вот вы представляете, в каком месте мы начали снимать этот ролик За спиной нашего замечательного оператора находится арка Которая ведет нас в дом, к квартире, которую мы продаем Сам дом тоже достаточно исторический Здесь бывал Владимир Ильич Ленин Здесь у них была типография Они печатали свои газеты в 900, аж в шестом году То есть здесь уже велась какая-то деятельность Как вы видите сами, за моей спиной река Фонтанка Слева от меня улица Гороховая Собственный перекресток Фонтанки и Гороховой Это все центральные улицы города Санкт-Петербург Итак, если мы пойдем через арочку Мы попадаем в дом, а дальше в квартиру Итак, пойдемте, друзья Пару слов о парадной Сказать, что она умопомрачительной красоты У меня не повернется язык Вместе с тем она создает атмосферу Типичной петербургской парадной Очень высокие потолки Вот эти двери, которые очень плотно прижавшие Стоят друг к другу Мы видим, что одну из дверей не открывали Возможно, не знаю, 50 или 70 лет Потому что она выглядит так, как будто бы Вход в эту квартиру с другой стороны Но, тем не менее, атмосферу Совершенно точно это, скажем так, создает Когда вы приходите, когда вы выходите из дома Важной особенностью этой квартиры Является то, что здесь сохранены По возможности вот эти у нас зольники Да, так называемые Которые служили для того, чтобы чистить дымоходы Сами дымоходы уже убраны А вот эта красота осталась Потому что, если вы помните В классических планировках Здесь должна была выходить еще печная труба Из комнаты Потому что там должны были топить печь А здесь чистить золу Так что вот так Пойдемте посмотрим, что еще интересного Есть в этой квартире Итак, первая комната В которую мы попадаем Попав в квартиру Это спальня Что я могу сказать про эту комнату На мой взгляд Если вы хотите почувствовать себя в Петербурге Со всеми классическими его втекающими И вытекающими, что называется Особенностями То что-то подобное вам обязательно нужно ощутить Может быть, заночевать подобного рода Квартире или комнате Или может быть пожить В чем разница И что я имею ввиду под особенностями Первое Размеры комнаты То есть у нас здесь 20 квадратных метров За небольшим исключением Огромной высоты потолки У нас два окна Которые выходят во двор Я думаю, что наши уважаемые подписчики Смогут Составить свое мнение Все-таки это двор-колодец Или нет На мой взгляд Все-таки Ну, двор-колодец Он поуже должен быть Поуже Это достаточно широкий двор Вот там дальше В этой квартире Окна, которые выходят Из кухни И окна, которые выходят Из самых крайних комнат Они, да Они прямо вот По классической стена в стену Здесь все-таки У нас достаточно широкий Открытый двор Если присмотреться Мы там даже увидим Краешек реки Фонтанка Вторая комната Это самая маленькая комната В этой квартире Но при этом 14 квадратных метров Что в принципе Тоже достаточно немало Многих из вас Может смутить Планировка В том плане Что Комната достаточно узкая И длинная С одним окном Что очевидно Что вы можете Уже обратить внимание И вы знаете Не так давно Я углубился В эту историю И мне всегда было интересно Почему именно Вот такие комнаты делали И что я увидел Очень часто В таких комнатах Посередине стоял Или шкаф Который отделял Собственно Зону Где например Пили чай Потому что Сдавалось Покомнатно Вы не забывайте Что Вот эта история По поводу коммуналок И всего прочего Она была В Петербурге Изначально Петербург строился Как город Для приезжих людей Во многом И соответственно Доходные дома Для того И служили Для того Чтобы их сдавать В наем В том числе Углы Комнаты Я вчера Читал в книге Что даже Сдавались Чуть ли не части Коек Да Ну там Можно койка Место было Или например Часть койка Место снять Если уже совсем Было плачевное Финансовое положение Скажем так Иначе говоря Не было денег Вот И эта комната Она делилась Здесь поперек Ставили шкаф И в общем то Таким образом Люди жили И так Одна из спален Трудно себе Представить Более петербургскую Комнату Что я имею ввиду Во первых Пропорции Высокие потолки И самое главное Конечно же у нас Классический вид Стен Нам может это нравится Нам может это не нравится Лично мне такой вид Не нравится Понятно Но Тем не менее С учетом того Что например Если здесь сделать спальню Для того чтобы лишний раз Не шумело Наверное разумное Скажем решение Потому что все таки Часто если Замкнутый двор И что то во дворе Происходит Это с большим Большим эхом Отражается абсолютно Во всех окнах И считаю своим долгом Обратить ваше внимание Вот на Такую толщину стен Потому что Когда мы зашли в квартиру Первое что сделали Хозяева попросили Нас подключиться К вайфай Потому что здесь Не проходит Никакой из телефонных сигналов Мы когда сюда Пытались попасть Звонили собственно Ребятам с нашей команды И звонок не проходил Именно из-за толщины стен И так друзья Санузел Санузел у нас Раздельный Что в общем-то Не может не радовать И для старого фонда Это в общем-то Ну если не половина Дела То очень-очень-очень Здорово Если у нас Отдельная ванна Которую вы можете Видеть за моей Могучей спиной Ванна не в коридоре Не на кухне Так что это здорово Здорово-здорово Еще раз здорово Что кто-то Это уже сделал До вас Соответственно Туалет у нас Соседняя комната Ну как я уже сказал Выше он раздельный Кухня 16,8 Вообще 17 квадратных метров Кто мне скажет Что это мало Ну пусть первый Как говорится Бросит в меня камень Хотя зачем вы Бросаетесь вообще Камнями в людей Что такое Тем не менее 17 квадратных метров Более чем достаточно Для кухни Она большая Она классическая Она на мой взгляд Немножко так Вытянута Так как у нас Есть огромное место В кухне Здесь же разместили Узел постирочный Для того чтобы Его не прятать В каких-то других местах 16 квадратных метров Кстати с окном Собственно Почему я акцентирую Внимание что с окном Иногда в Петербурге Бывают кухни Которые в общем-то Могут быть и без окон Итак Что у нас еще Из особенностей У нас здесь Газовая колонка Она современная То это не значит Что нужно будет При желании Помыться тепленькой водичкой Обязательно Зажигать какой-то газ Там спичками Чиркать или что-то подобное Нет Открыли воду Все у вас Само Начало нагреваться И горячая вода Появилась На полу кафель Везде в квартире Кондиционеры Как вы видите сами Что же еще добавить Не знаю В общем-то Хорошая квартира В хорошем месте Ну что же друзья Спасибо вам за просмотр Этого ролика Если вам понравилась Подобного рода Квартира Ставьте лайк Опять же По цене И всему прочему Все под ролик Ссылка будет прямая Потому что цена Может меняться И то что сейчас Люди просят Это может потом Поменяться Как в меньшую Так в большую сторону Вы сами понимаете В такое время мы живем Что я могу сказать По этой квартире Типичная планировка Хорошее местоположение Дом все-таки такой Достаточно легендарный Потому что Ну вы знаете Вот Да вот В этом доме Неоднократно бывал Ленин К нему можно Очень по-разному Относиться Но То что этот человек Сыграл огромную роль В российской истории В истории Российской империи Я думаю Отрицать Не будет никто Что ж Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Если вам нравится Подобного рода квартира У вас есть что-то Интересное Своё Если вы что-то Хотите продать Приходите к нам Все сделаем До свидания Субтитры создавал DimaTorzok